Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы поговорим о противостоянии двух противоположных сил, искусства и творчества, на примере с моей статьи «Консервативное искусство против творчества». Ну, давайте коротко попробуем разобраться с тезисами, с представленными в статье, не будем особо затягивать. Начнем с того, что в творчестве принципиально нет правил. Это не значит, что творчество не может апеллировать различными системами правил. Нет, это не значит может. Вполне может, без проблем. Просто в творчестве нет этих запретов. Нет запретов как таковых. А в искусстве они имеются. Ну, вот, допустим, у нас есть проза. А какие правила в прозе? Давайте начнем вот с самого верха, с самого поверхностного такого правила, с самого важного, с самого, ну, чаще всего используемого. Это, конечно же, грамотность. Это соблюдение правил родного языка. В целом, ну, творчеству, наверное, было бы безразлично. Использовать родной язык, использовать грамотность или нет. Ну, серьезно, видите, подумайте, давайте, какой именно у нас язык родной? Русский, правильно, русский? Ну, какой диалект русского? А почему именно с тем набором запятых, которые решили когда-то вот советские люди, что мы должны вот так вот разговаривать? Почему я должен писать на этом языке? Вопрос, да, такой интересный. Именно классический русский язык, именно на нем, именно на нем должно быть все изложено. А почему? Да непонятно. Просто такая догма, просто вот такое вам правило, ешьте это. То есть, имеется определенный элитарный, божественный, замечательный язык, на котором мы должны писать и не допускать никаких ошибок, чтобы быть хорошими авторами. Иначе в искусство вас не пустят. Не пустят, и вы туда не попадете. Более того, русский язык, он действительно перенасыщен правилами русский язык. Многие языки перенасыщены правилами, русский язык один из них. Особенно, особенно многих пугают пунктуационные правила. Нет, чтобы указывать с их помощью интонации, выделять паузы, работать над речью героя без дополнительных выразительных средств. Вот я прочитал так, как с этими запятыми в скобках, и получилось интересно. То есть, я смогу в теории, если бы у меня была возможность свободно использовать интонационные запятые и убрать логические запятые, которые и так из контекста всегда понятны. У меня получилась вот такая работа над звучанием текста. Выделять паузы. Работать над речью героя, это же, ну, это уже особый уровень получался. Совершенно другое. Но нет, нет. Чем дальше от правил, чем ближе к интонационным запятым, тем хуже, тем крамольнее, тем меньше шансов, что тебя не сольют. Причем, вот это вот правило могут нарушать классики. Ну, потому что они классики, они хорошие, они замечательные, они классные, им можно. А если вы обычный писатель, то нельзя. А также еще верх маразма, это стилистика. Это уж прям, ну, это вообще бред. Стилистические нормы, я не знаю, это просто какая-то дичь. Повторы, тавтологии, чрезмерное словоупотребление, порцеляция, слишком короткие предложения, слишком длинные предложения, употребление слов, недостаточно подходящих здесь по стилю и так далее, и так далее, и так далее. И это просто тотальный маразм. Все может быть названо в итоге стилистической ошибкой. И это большая проблема, потому что, ну, мы берем классиков, видим у них повторы. В случае с классиком, это, конечно, это риторическая фигура, это такой прием речи специальный, это повтор, это хороший повтор, качественный. А в случае с другими авторами повтор это фигня. Либо чрезмерное словоупотребление. Ну, то есть, когда вместо одного слова, более, типа, точного, якобы более точного, человек употребляет два или три слова, которые заменяют, ну, по тому же значению, просто они больше. И это плохо, якобы. Ну, конечно, лучше писать лаконично. Ну, конечно, это всегда хорошо, но вот такая маленькая помарочка, скажем, это вообще ничего не значит, особенно для восприятия человеком, который, ну, не следует вот этой вот догме стилистики, которому плевать на вот эту догматическую глупую стилистику. Ну, плевать, он просто прочитает текст и скажет, хорошо, идею понял, смысл понятен, там, не знаю, мораль понятная, я никогда ничего подобного не читал. Очень интересная история. Спасибо, автор. И не будет вот рыться во всей вот этой вот фигне. Особенно стилистика, вот, особенно стилистика, она просто добивает, это ад. Ладно, правила русского языка, ладно, допустим, допустим, хорошо, запятые, ну, пусть, бог с вами. Но вот это, это бред. Это только вершина айсберга, бреда различных всевозможных правил, по которым должна писаться проза. В современной литературе появились теории об идеальной схеме произведения. Возможности повторения тех или иных слов через определенное количество символов. Да, действительно, я читал статью литературоведов, которые говорили, что вот надо писать вот это вот слово, мы можем, например, вот мы употребили, мы можем повторить его только там через 50 слов, понимаете? Это вот, это вот какой уровень литературы у нас. А именно поэтому из-за всего вот этого, из-за всех этих многочисленных формальных правил, это абсолютно формальные правила, они не имеют никакого отношения к сути произведения. Вот вообще мы не по сути меряем произведения, а вот по вот этим формальным фиговинам. Если вы думаете, что человек не может написать хорошую историю, не пользуясь всем вот этим фуфлом, то вы глубоко ошибаетесь. Поверьте, я видел огромное количество прекрасных рассказчиков, которые не владели всеми правилами русского языка. Да, боже мой, не владеть правилами русского языка, это в идеале, это не такой уж недостаток большой. Честно говоря, огромное количество профессоров, даже, наверное, большинство, большинство профессорского состава не филологов и не лингвистов, это люди, которые периодически допускают ошибки. Также слитно и также раздельно иногда путают, например. Есть профессоры, которые путают это в своих методичках, в своих статьях, регулярно допускают вот эту вот ошибку. Я знаю про это правило, и я вижу ошибка. Ну, что поделать? Что он тупой сразу? Быдло? Не знаю. Все его научные достижения перечеркнуть может, а естественно испытатели еще чаще ошибки допускают. Некоторые из них троечники были по русскому языку вообще. Ну, что, дебилы они теперь, может быть? Великий физик-теоретик, а на деле дебил, русский язык не знает. Вот так вы должны к ним относиться? Нет. Потому что русский язык в их деятельности не главное. И вы не поверите в деятельности писателя, русский язык тоже не главное. Как бы это ни странно, я вам потом объясню, что главное для писателя. Что неформальное, а что сущностное, так скажем. Что не такое поверхностное, эксценденциальное, а что именно онтологическое в писательстве. Я вам объясню попозже. Правила поэзии. Они включают в себя все правила, которые мы перечислили выше, к прозе, поэтому мы поэзию все-таки чуть-чуть отставили вниз. Так вот, эти правила поэзии. Какие они? Какие еще дополнительные правила поэзии бывают? Поэзия включает в себя вот еще другие правила. Рифма. Например, рифма. Есть несколько традиций рифмы, то есть правил, которые позволяют нам рифмовать. То есть классическая, это такие рифмы, у которых у нас явно выделены одинаковые окончания и одинаковые ударные слоги, ну либо очень-очень похожие. Таким образом мы создаем очень точные рифмы. А, ну, например, не знаю, снежок, лужок, снежок, ок, и снежок, ок окончания тоже одинаковые. Вот типичная рифма такая вот классическая. Причем есть кровь-любовь, это вообще заезженные рифмы классические, их часто употребляют. А есть такая современно-футуристическая, я ее так назову. Это уже требование к рифмам быть более сложными, более разнообразными. Это действительно преимущественно футуристическое направление и современное, больше тяготеющее даже к рэпу. Вот создается как бы альтернативная система правил рифмовки, и это тоже довольно глупое правило. Ну то есть якобы стихотворение с плохой рифмой, с такой вот как снежок, лужок, это полная чушь. Просто автоматически для людей, которые придерживаются вот такой системы рифмовки современно-футуристической, а вот какие-нибудь разбиения, созвучия и прочее, это да, это гениально. Ну также критерии с ритмом связанные. Но при этом существуют верлибры, существуют белые стихи, существует вообще тоника, существует силобо отдельно. Тоник и силобо не отдельно существовали в определенное время, а есть силоботонические. А в современной русской поэзии принято использовать силоботонический стиль, в общем-то, ритма. Мы берем силоботонические, и все, мы молодцы. Хоть какие-то ошибки допускаешь, все, ты не прав, ты ошибся, тебя завалят. А вот блоку можно. Блоку можно, например. Вот никому нельзя, а блоку можно. Понимаете, да, какая точная наука вот эта задача правил в искусстве. Но они есть, они мешают людям творить. Правила в изобразительном искусстве. Мы сейчас очень быстро пробегаемся, вы прочтите статью внимательно, вот там поподробнее немножко. Правила в изобразительном искусстве. Что у нас? Во-первых, это, конечно, соотношение цветов. Абсолютный бред. Ну, цвета никак не соотносятся друг с другом. Ну, на фоне одних цветов, другие выглядят якобы лучше, так, бла-бла-бла. Это какие-то эстетические странные предрассудки. Во-вторых, игра света и тени. Вы посмотрите на мою камеру. Никаких теней вообще. Только один цвет. И все равно все прекрасно, понимаете? А есть какие-то эстетические предрассудки, которые утверждают, что нет, игра света и тени. Вот сейчас киношки, понимаете? Киношки снимают с тенями, там лица у них вот так вот тенями обмазаны. Все прекрасно, вот так вот. Вся красота, да? Нет, фигня полная. Ну, это просто какая-то эстетическая чушь, которая на самом деле, ну, не является каким-то внутренним по-человеческим правилам. Людям от этого воспринимать не лучше, не легче. И, ну, на самом деле весь кайф, организованный вот этими вот эстетическими предрассудками, ну, это просто глупость. В-третьих, хотелось бы упомянуть стремление рисовать с натуры. Максимальное соответствие анатомии и реформе. Ну, это тоже, очевидно, необязательное правило, формальность просто, но если человек не умеет этого делать, его могут выгнать, так скажем, из числа художников. Правда, есть исключение в современном искусстве, это безусловно, но о нем мы будем говорить, не будем говорить сегодня просто. У современного искусства свои правила. Правила в музыке. Вы не поверите, но даже у музыки есть правила. Христианская классика, конечно, не могла обойтись без них. Это правила определенной гармонии, которые возникли еще во времена Пифагора. Также правила нотной системы. Также следует заметить, что существуют альтернативные музыкальные системы в разных культурах, где и другая гармония, совершенно другая гармония, и другое количество нот. Иногда даже нот нет. Ну, музыка это просто звук, звучание. Самое главное, не это звучание. Антология звука в музыке, это звучание. А все остальное это формальности, ноты, формальности, гармония, формальность, определенный тип гармонии в смысле. То есть, то, что используется в качестве фундамента европейской музыки, это не абсолют, а просто ассенциальная догма. Вы можете меня спросить, а как можно без правила? Ответ. Легко. Или можно с альтернативными правилами. Каждый творец может создавать свою альтернативную систему правил. Для него правила других не являются мерилом. И вот эти вот правила, они не являются, самое главное, мерилом творчества. Наоборот, правила это то, что тормозит творческое развитие. Если бы у каждого человека в искусстве была бы своя система правил, то это было бы очень интересно и мощно. Но у нас все наоборот. У нас есть какая-то общая система правил для всех деятелей искусства. А некоторые творцы иногда выбиваются. Исключения есть. Иногда эти исключения становятся правилами. В этом тоже большая проблема. Теперь перейдем к антологии созидания. Антологии творца. Антология творца заключается в том, что он работает без правил. Это не значит, что он не может использовать уже имеющиеся наработки других авторов или оперировать уже существующими системами правил. Может. Но для него это не является чем-то основным. Что является антологией того или иного типа искусства? Ну, что такое антология? Наверное, вы уже поняли, общаясь со мной за все это время. Антология это бытие. Дисциплина, изучающая бытие. Что такое и что есть в бытие того или иного искусства? То есть, без чего то или иное искусство не может существовать. Вот. Вот так. Вот как переводится слово антология того или иного искусства. Онтология. Не антология. Онтология. Искусство. Того или иного. Ну, или не искусство, а творчество в данном случае. Что является антологией того или иного типа искусства? Может ли музыка обойтись без ног? Да. Значит, ноты это случаются. По сути, формальность. А без чего не может обойтись музыка? Без звучания. Без звука. Любой звук и определенная система звуков, не знаю, может стать восприниматься как музыка. А для этого необязательно создавать ноутную систему. Необязательно соответствовать пифагорейской системе гармонии. Вообще необязательно. Можно все что угодно придумать. Какую-то систему звука создать. Как-то это обыграть. И получится звук. Получится, в общем-то, интересный звук. И это будет музыкой. Племена, например, играют. Примитивную вполне себе музыку. Она мелодична. Она имеет определенную систему. Она не соотносится с системой гармонии пифагора. А музыка это музыка. Да, все. Антологически все подходит. Что является антологией изобразительного искусства? Изображение. Вы не поверите изображения. Ни какие-то там правила. Ни какие-то соотношения цветов. Ни какие-то тени. Ни какие-то перерисования голых теток с натуры. Нет. Нет. Антологией изобразительного искусства является просто изображение. Любое изображение. Мужик. Кроманьонец. Нарисовал. В пещере у себя. Кружочек. Сверху дугу. Рога. И туловище палочками. Это уже искусство изобразительное. Понимаете? Все. Никаких голых теток нарисованных с натуры. Просто чистое искусство. А вот. И вариаций этого искусства может быть очень-очень много. Что является антологией поэзии? Так на самом деле это просто посрочное разделение. Многие люди рассуждают о том, а что является настоящим. Поэзией. А что настоящей поэзией не является? На самом деле просто посрочное разделение. И верлибры имеют посрочное разделение. Именно вот такое, что... Ну в общем, смотрите. В поэзии строки обязательно располагаются в определенном порядке. Мы должны читать строки вот так вот. И они разделяются так, как это придумал автор. Прозу мы всю можем растянуть на одну большую строку по абзацу. Например, вторая строка по такому же длинному абзацу. Ну то есть, вот так работает проза. Прозе плевать, так скажем. Причем абзацы могут трансформироваться вообще как угодно. Прозе. А построчное разделение, ну например, не знаю, мороз и солнце, день чудесный, ремень, вдруг прелестный, строчки, 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 строчки. Это стих, потому что по строкам. Не потому что там есть рифма. Не потому что там есть ритм. Не потому что там есть какое-то раскрытие. Нет. Это стих, потому что он разделен на строки. Как это свойственно обычно бывает поэзии. Но помимо этого у всякого текстового искусства есть свое онтологическое назначение. То есть, смысл. Создавать новые стихотворения, которые выражают некие новые смыслы. Вот что значит онтология создания новой поэзии. То есть, что значит онтологически быть творцом поэзии. Создавать некие новые смыслы в произведениях, которые разделены построчно. Все. Рифма, ритм, все это вторично, формальности. Можно делать, можно не делать. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Но на самом деле все есть. Продолжаем. Что является онтологией прозы? Прозу от всего остального отличает именно стиль такой повествования. Это либо история, либо рассуждение. Ну то есть, либо определенная череда действий, либо эссе. Причем эссе носит не вполне философский характер. Ну, может быть близко к тому, может быть далеко. Но это эссе. Что характеризует прозу? Грамотность? Нет. Может быть любая грамотность. Пунктуация? Тоже нет. Стилистика может быть? Да, тоже нет. Что значит быть творцом прозы? Значит быть грамотным, пунктуальным и стилистически правильно все делать? Нет. Вообще нет. Даже близко нет. Это значит создавать новые уникальные истории и рассуждения. Новые смыслы создавать. Вот что значит быть творцом прозы. Понимаете, насколько все на самом деле просто и насколько искусство противоречит вот этому всему. Понимаете? Создавать музыку новую, быть творцом музыки, значит создавать новые звучания, новые комбинации звуков. Новые гармонии даже так скажем. Что значит быть творцом изобразительных произведений искусства? Значит рисовать новые картины, иногда новыми стилями, иногда просто новые сюжеты. В общем делать что-то новое в рамках изобразительного искусства. Много ли нового создавалось, ну скажем, до 20 века в изобразительном искусстве? До оригинальных, в общем-то, художников можно по пальцам пересчитать. Понимаете? Вся эпоха Возрождения просто рисовала людей. Просто люди. Вот вам люди голые, иногда одетые, иногда христианские мотивы, иногда античные. Вот вам кушайте вот это. Вот это взывалось искусством и даже творчеством. И потом, да, эпоха Возрождения, она внесла много технических дополнений. Но потом-то начали все это повторять в основном. Повторять и умножать одно, одно, одно и то же постоянно. Каких-то радикальных новшеств в изобразителе искусства было очень мало до 20 века. И до конца 19, начало 20 и так далее. И вот тогда вот прорыв некоторый случился. Ну, все вот это вот, каких-то радикальных изменений долгое время просто не было. И сейчас академическое современное искусство находится в тотальном застое. Потому что они просто продолжают нормы Возрождения, вот эти вот продлевать правила Возрождения, при этом хуже, чем они уже были тогда. То есть, да, они пытаются следовать правилам, которым не могут следовать. Это прекрасно. Но со всеми видами искусства также создать что-то новое в самой существенной, вот в онтологической сфере вот этого искусства. Проза. Новая история. Качественно новая история нужна, чтобы быть прозаиком, творцом. Творцом прозаических произведений. Не просто корректором, не просто плагиатором, не просто эпигоном, а творцом прозаических произведений, видителем искусств. Творцом. Нужно создавать оригинальные истории. Как отрез? Знаете, настолько просто на самом деле, настолько просто, что у многих людей в голову это не укладывается. Потому что если принять вот такие правила, то большинство классиков, то большинство великих писателей и авторов, музыкантов окажутся не творцами. К сожалению. И это очень печально. Поэтому люди не могут признать вот эту вот очень простую, очень легкую и очень, в общем-то, помогающую нам в разделении систему. Творческие прорывы в искусстве, которые стали догматическими правилами. Ну, было много таких прорывов. Давайте остановимся, наверное, только на Савадоре Дали. Вот здесь его картина. Он сделал большой прорыв в искусстве своим сюрреализмом. И многие начали его повторять и действовать по тем же техническим правилам. К сожалению, большинство новшеств внутри искусства становятся правилами. Тот же Достоевский. Как бы я его, в общем-то, не презирал вот этого писателя. Автор, он все-таки более-менее оригинальный. Он значительно отличается от той прозы, его проза отличается от той прозы, которая была в России до этого. И от той прозы, которая была в мире до этого. Вот что самое главное. Конечно, я его все равно причинаю к европейским писателям. В том плане, что это все равно европейский стиль. Но это уникальный европейский стиль, между прочим. Но! Но Достоевский свое отписал, оставил наследие. У него появилось множество поклонников. И теперь Достоевщина просто в русской литературе и везде. Она не только в литературе и везде. Она еще и в кино теперь везде. У нас Тарковский, тот еще любитель Достоевского. И очень много Достоевщина с его христианскими нравоучениями. С этими картинами определенными Достоевского типа. А это все вот взято тоже. Тоже, тоже у Достоевского. И вот целая культурная ниша образовалась после Достоевского со своими определенными правилами. Продолжаем. Идеологическая направленность искусства. Ну, для начала вспомним, что искусство долгое время было связано с христианством. Также, ну, в Китае, конечно, искусство было связано с буддизмом, конечно же. Вспомним тоже путешествие на Запад. Это чисто буддийская серия романов. Там просто очень большие тексты, много томов. Это все равно чисто буддийское произведение. А также искусство используется в политике. Творчество невозможно использовать в религии, потому что новаторство отрицается религиями в себе. Ну, в том смысле, что нельзя быть сильно новатором, при этом преодолевая своим новаторством тоже христианство или буддизм. Тоже и с политикой. Искусство часто является служанкой политики. Прислуживает? Прислуживает. Смотрите, вот Сталин у нас здесь. Да? Без проблем. Восхваляет режимы всевозможные. У Гитлера свои были прислужники от искусства. Я не то, что говорю, что все деятели искусства прислуживают перед Гитлером. Или, в общем-то, проводят политическую пропаганду. Но очень многие. И даже современные леволибералы, они тоже пропагандируют свои ценности через искусство. И искусство их принимает очень даже так неплохо. Как дворцов. Да, потрясающе. Также искусство осознает себя очень часто вне философии. И это, с моей точки зрения, летально для искусства. Искусство не понимает, что философия задает, во-первых, метику, которую в искусстве часто проглядывается. Во-вторых, эстетику, что еще более важно для искусства. Ну, то есть, философия задает эстетику, трактует ее, теоретически разбирает. Без философии и искусства, ну, ничто даже, наверное. Насколько... Вот, люди верят, что эстетика, она в природе человека. Но насколько хрупка человеческая природа, если данную веру легко опровернуть апелляцией к любой другой культуре, не затронутой европейской догматической эстетикой. Так невероятно хрупка. Правильно, правильная фраза написана, определенно. Ну, то есть, у нас в разных культурах разная эстетика. О какой тогда внутренней эстетике можно говорить? О внутреннем эстетическом чувстве? Да не о какой. У эстетики, у настоящей эстетики нет своих однозначных законов. Это чисто спекулятивная философская дисциплина. Об этом я тоже очень часто говорил, это здесь доказывать я не вижу смысла. Просто упоминаю в качестве аргумента. И вот у нас супротив вот этого вот искусства, которое прислуживает различным идеологиям, которое отрицает свое принадлежное к философии очень часто, которое имеет колоссальное количество правил, и которое иногда очень крайне редко выходит в сферу творческого, но потом в итоге все равно превращает это творческое в свое правильное, догматическое, переполненное различными законами. У нас есть сопротив этого творчества. Творчество, да. То есть создание чего-то качественно нового. Творчество, я здесь замечаю в данной параграфе, что оно многогранно. Ну то есть два творческих человека, подлинно творческих, не могут создать очень похожие произведения искусства, если они при этом не опираются на какие-то традиции. Дело в том, что, ну как я уже разобрал выше, философских концепций, может быть неограниченное количество. Подход от различных решений в творчестве тоже может быть неограниченное количество. Комбинаторно, например, количество из первой стихи, уже в рамках тех стихий, которые мы можем перечислить в культурах разных, может набраться квадриллионы комбинаций вот этих вот стихий. Я это изучал отдельно в магистрской своей работе. Их просто колоссально много, квадриллионы. Если каждому из существующих людей раздать по одной такой теории, то все равно все эти теории не смогут реализоваться. Понимаете? Если каждого из людей сделать философом, который разрабатывает натурфилософскую проблематику стихийности, он будет решать проблему архе. То есть раздать каждому из вот этих вот людей свою комбинацию стихий, все равно людей не хватит даже близко. Это то же самое с творчеством. Понимаете? Абсолютно то же самое с творчеством. Я вот эту проблематику философскую перебрасываю на творчество. И получается, что творческий потенциал человека не имеет определенного ограничения. И если это так, то два творца, если они освобождены от культурных и искусственных стереотипов, независимо друг от друга, они никогда не смогут создать похожие произведения. Да, некоторые элементы могут быть схожи. Издалека. Издалека схожи. Мы можем как-то притянуть, что один творец похож на другого, есть какие-то общие элементы, но тотального сходства, как это происходит в искусстве, не будет. Это не будет такого, что мы должны, не знаю, под микроскопом изучать, с одной стороны, Лермонтова, с другой стороны, Пушкина, которые на самом деле пользовались одними и теми же приемами, ну то есть, которые пользовались одними и теми же методами, и буквально вот отличаются какими-то маленькими такими тонкостями, о которых знают, ну, по преимуществу только филологи. То же самое с картинами. Вот обыватель, например, приходит в музей и видит картины разных художников эпохи Возрождения, и они все для него одинаковые. Это как будто бы рисовал все один человек. Только искусствовед может отличить одного художника от другого, потому что он знает очень такие маленькие незначительные тонкости. Так вот, если бы обыватель мог прийти в музей и посмотреть на две картины двух творцов, определенно двух творцов, он бы сказал, нет, это картина абсолютно разных людей. Совершенно разные люди нарисовали эти картины. Вот так работает творчество. А искусство работает так, что вот для обывателя все абсолютно похоже. Не только для обывателя, только для искусствоведа, который очень тонко знаком с творчеством разных людей. Вот только для него это разные работы, понимаете? Вот какая незадача. Выводы здесь довольно-таки тоже простые. Деятели искусства, их поклонники чаще всего не только не имеют никакого отношения к творчеству, но и являются его ярыми противниками. Потому что вся их деятельность направлена на подчинение правилам и принятие репрессивных мер против тех, кто этим правилам не подчиняется. Исключения, конечно, имеются, но они не так часто встречаются. А главный критерий искусства это не творчество, но соответствие определенным алгоритмам. И это радикально противоречит идее творчества. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Надеюсь, у вас появились поводы для того, чтобы над чем-то новым подумать. Прочитайте эту статью, пожалуйста, она у меня в ВКонтакте находится, можете с ней ознакомиться. Восьмикратно прощаюсь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»